Жесть, вот теперь уже, смотрите, он же не Антон, он стал реально Зайчиком. Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя. Эй, друзья, всем море приветов, я Нептун, добро пожаловать на мой канал. Значит, у нас тут на днях вышел четвертый эпизод Зайчика, полтора года спустя. А это означает, что будем его проходить. Огромное спасибо всем, кому понравилось именно мое прохождение. Будем играть, ностальгировать, в общем, предаваться приятным моментам и воспоминаниям. Ну и, конечно же, гадать о сюжете. Но перед началом хотел бы сделать небольшое отступление, друзья. Вы знаете, в последнее время я как-то вот разлюбил игры, выходящие по эпизодам. Как-то они стали меня больше огорчать, что ли. Возможно, кто-нибудь со мной согласится, возможно, нет. Но, во-первых, из-за этого долгого ожидания, вот между эпизодами, теряется какая-то нить повествования, что ли. Какой-то вот этот напряг, напряжение, интрига. То есть ты играешь, хочешь узнать, что будет дальше, ты прям настолько сильно напряжен. Он, что же там, что же там, а тебе бах, и говорят, чувак, жди полтора года. Как-то это все, знаете, убивает немножко интерес. Ну и, во-вторых, банально ты просто забываешь события предыдущих эпизодов. Ну, то есть базу ты помнишь? Там, например, что наш главный герой был в школе, жил в деревне. Там пропал Семен, здоровый толстый тогопник. Ты помнишь, что вроде как главный герой неравнодушен к Полине. Что там, сова прилетала в окно. Что после исчезновения Семена он сдружился с этими двумя гопниками, с Ромкой и с Бяшей. То есть базу ты помнишь, а вот мелкие детали забываешь. Мне пришлось пересмотреть предыдущие свои три серии, чтобы вспомнить, что было в третьем эпизоде. Но в целом, конечно, я очень сильно рад выходу четвертой главы. Мне все же по-прежнему интересно узнать, что будет дальше. Но, знаете, я бы, наверное, все-таки подождал и подольше. Главное, чтобы игра вышла целиковая. Полностью я бы ее прошел. Давайте загружать. И мы остановились, значит, на вот этом моменте. Жуткие события финала третьего эпизода. Пропало внезапно. Катя. Я какое-то время думал, что, возможно, она и есть Алиса. Но потом я начал думать на Полину. Также там был очень странный сон, где он бегал по лесу и кружился животными. А потом он начал прыгать до луны. Помните этот момент? Я так и не понял, это было реально или нет. Но самое главное, что меня очень удивило и раздражало в третьем эпизоде, это их любовный треугольник. То есть главный герой — Ромка и Полина. Зачем-то наш главный герой вписался в этот странный спектакль. Ну, типа, он должен сыграть злодея, который в итоге нападет на Ромку, который будет идти с Полиной. Ромка, типа, даст отпор нашему герою. И таким образом, ну, типа, будет, короче, подкат. Ромка же клеит ласты к Полине. При этом наш главный герой тоже как бы неровно дышит к Полине. И зачем он про это умолчал? Вообще, зачем он в это вписался? Бог его знает. Возможно, это будет в этом эпизоде. Погнали. Бьем копытом озимь. Да, кстати, каждое название главы — это ссылочка на тот стишок. В данном случае это 7-8 «Бьем копытом озимь». Всего будет 5 глав. Бьяш подсел к нам, озабоченно кусая губу. Так, окей. Тосок, ты почти в этом сраном лесу зовет. Да. Я видел сову, я видел много чего интересного. Вчера ничего странного не видел, да? А, че, подождите, это они про исчезновение Кати, да? Да нет, вроде ничего не было. Мой ответ был чистейшей лужью. Нет. Я умолчу про то, что я там бегал со зверьми по лесу вокруг. Я тоже. Повезло, что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Вот меня и не выпустили вечером на репетицию. Так. А, ну мы должны... Подожди, репетицию. Ну это то, представление, да, он имеет в виду? Чтобы я разыграл роль преступника или кто-то плохого пацана-гопника? А то на месте Катьки оказались бы мы. То есть они никуда не пошли. Бьяш, осудорожная почесалка, адык. Это... Я что сказать хотела, да? Я... Кое-что слышал. Что ж там слышал? Опять про чёрный гараж? Кстати, очень странно, да, это явление чёрный гараж. Он реально был. Потому что я его встречал где-то в лесу, но это максимально странно, что делает гараж посреди леса. Этим утром я, как обычно, в сколу ссол. Вдруг слышу кладь за деревьями. Девчатий. Сечётина? Ого. Это типа Катя, может быть? Ну я про Катьку-то не знал тогда. Да и знал бы, стрёмно оно, братки. Утро у нас не луциноти. Темно, да, как... Как в злопе. Вдруг это Катька была, а? Да, ты не смог подойти не спасу, а мог бы спасти. И сейчас был бы героем в школе, эх. А главное, вместе таком парсивом на... В Бореломе, что неподалёку от кладбища. Это жесть. Хорош Пургу гнать. Слушайте, а тут должна бы так музыка тихая играть. Может, это чуть-чуть погромче сделать? Для атмосферности. Вот так, ух. Да зуб даю на! Сам слышал! А вы уверены, что Катя действительно пропала? Вон, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Слетела контрольная она! Так, ну в этом есть хоть какой-то плюс, да? Не будет контрошки. Не получим двойки. Как пить так, пацаны? Это Катька в тайге останала. Почему меня так в самом начале эпизода пугаете? Я думал, сейчас будет начало какое-нибудь такое дружеское. Ну, типа, опять мы пойдём на дело. Прикалываться играть в камень-ножницы-бумагу. Но чё-то тут начало совершенно не позитивное. Отнати ты до неё, манья-чела, добрался! Я вспомнил Катю. Такую красивую и такую подлую. Первая девочка в классе, у которой на зависть подружкам успела покрудиться грудь. Мау. Это вот та девочка... Она же... Да-да-да! Помните? Да-да-да! Первая сплетница змея и гадины. Да, какие прекрасные описывающие слова. Я, если честно, на неё сильно злился в некоторых моментах. Она прям такая стерва, такая сучка. Но при этом, конечно же, исчезновения и такой участи я бы ей не пожелал. Беша загибал пальцы. Сенечка, Вова, Семён, Катя. Четыре человека, да. Так. Вова, Семён, Катя. А Сенечка это кто? Подождите, там же была... А, ну да, Ксюша, Сенечка. То есть была Ксения, самая первая девочка. Там шесть лет была, она пропала. Потом Вова, десять лет. Семён, я не помню, сколько им было лет. Ну, тоже пропал. Лет тринадцать вроде. Этот бабурин здоровый-то. Вот теперь Катя. Как раз четыре зверя мы видим в лесах. Главный вопрос. Катя или Полина леса? И вообще, они стали лисами, ну, животными или нет? Там, помните, у медведя была рука перемотана бинтами. А чуть ранее мы находили его перстень. И, возможно, там было, конечно, видение, галюники, но отрубленный палец. И тут же медведь с перебинтованной рукой. Опять же, отсылочка, что, скорее всего, за маской медведя скрываются именно Семён. Рома хлопнул ладонями по парте. Так, пацаны. Отныне смотреть в оба. Да. Друг за другом гарвы смотреть. И третий глаз на затылке тоже можно заодно вырастить. Как-нибудь. Далеко друг от друга не отходим, как в дурацких ужастиках. Окей. А можно пойти в подвал? Там подвал что-то пошуршало? Я пойду проверю. Вы будьте здесь, я скоро вернусь. Ладно, не кидайте меня тапки. Я просто шутил. На остальных мне плевать, но вас я в обиду не дам. Чуть, знаете, у нас такое, знаете, три ушки-тера. Пора-пора-порядуемся на своем веку. Как и Полина. Ну да, вот он теперь еще будет жестче за ней гонять. Подкаты делать. А наш герой-то, блин. Походу дело все. Пролетает. Пусть у вас с ней все... А, ну все, он уже сдался. Я и думал, забыл, что мне когда-то нравилась Полина. Так, я не помню. А этот вариант я, по-моему, не отыгрывал, да? Это тот вариант, когда я выбрал, помните? Там можно было выбрать согласиться или выбрать Полину и подставить парней. Я вроде выбрал парней. Вот, возможно, от этого мы с сюжета и сходим. То есть он, получается, забивает на Полину и на свои чувства к ней. После вчерашней ночи мои мысли занимала лишь одна девочка, Алиса. Ребята направились в столовую, а я остался царапать ручкой в тетради. Выводить пики сосен и две крошечные фигуры, Летящие между кронами и полной луной. По предплечиям бежали орды и мурашки. Ретиво заскакивая за шиворот. И было вроде так просто возмыть к небесам, но что-то злое гнуло до земли. Это вот он вспоминает, когда он прыгал, помните, там, до луны? Причем в этом моменте, когда он прыгал, в финале, помните, третьего эпизода, А все вокруг стало цветным. На удивление, хотя вся игра черно-белая. То ли вес у краденого перстня, то ли тяжелый взгляд исчезнувших детей на доске. Кто-то в поселке был явно к этому причастен. Скрывал нечто ужасное за благочестивой маской. Рисуешь? О-о-о, Полиночка. Я стыдливо прикрыл тетрадь, будто было что-то зазорное в фигурках над лесом. Да ничего, так, дурака валяю. Так, пожалуй-ка я сделаю, блин, еще звук громче, чуть-чуть. Так, для атмосферности. Полина облокотилась на парту. И всегда на видеки микродвижения делает, эх, плотовка. Знает, как привлечь внимание. Такие невинные с виду жесты, ну, понятно, понятно все. Хочет и хмурить нашего героя-то. Нашего Антона. Я уже и забыл, какая она легкая и изящная, словно скрипка. Вот бы она тоже могла прыгать с нами, сняв маску притворной повседневности. Я улыбнулся, представляя, как юбочка Полины порыхает на ветру, как звезды скрятся со всех сторон. И она удивленно спрашивает, не сон ли это? Да я отвечаю, мол, какая разница? Лицо Полины снова помрачнело. Помрачнело. Уже слышал про Катю? Да, было дело. Ужасно. Да. Ужасно еще и то, что Катю мне жалеть сложно. Вот и у меня то же самое. Я правда ищу в себе сострадания, но вспоминаю ее поступки и... Полина покачала головой. Я чудовище, да. Ну, вообще-то у меня были такие же мысли. Нет, подумал я. Ты одна из самых красивых девушек, кого я встречал. Но для меня, увы, ты только на втором месте. А как... В какой момент? А, ну я понял. Мы уже полностью отыгрываем... Алису. То есть помните, когда был вариант ее проводить? Или пойти с Алисой? Мы выбрали именно второй вариант. Потом мы выбрали пацанов, а не Полину. В телефонном разговоре, в финале третьей главы. То все очевидно. У нас теперь история идет... Связанная именно с Алисой. Как-нибудь можно будет потом переиграть, сделать все под Полину. Окей. Ну, в общем, я вслух ничего не сказал. Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстрыло меня больше, чем пропажа одноклассницы. Опа! А вот это вот важная для меня инфа. Помните, почему я думал, что Алиса это Полина? Потому что, когда она пришла ночью с остальными зверьми в масках, она говорила вещи, которые, по идее, она не могла знать, вообще никто не мог знать, потому что она говорила вещи, которые я писал в анкете. А анкета была только у Полины. Соответственно, возможно, Алиса это и есть Полина, но... Оказывается, ее анкета была одна пропала. Возможно, кто-то ее украл. Или она обронила ее. Вот так Алиса и узнала, что там было написано. Ноздри словно уловили запах конфет, древесной смолы и фейерверков. Именно так пахла Алиса. Ты потеряла анкету? Да. И кто-то сейчас читает чужие секреты. Я даже знаю, кто. Лес, подумал я, вообразив, как скрюченные ветви поддевают страницы и люстают их, трогая детский почерк обледенелыми сучками. Надеюсь, ее найдут. Я не понял, про Катю она говорит или про тетрадку? Хотел уточнить, но увидел, что Полина пристально меня изучает. Что? Ты будто изменился. Ну, конечно, он так возмужал. Во-первых, его уважает весь класс, помните, да? Он классно рисует, все хотят попозировать ему. Главные гопники класса самые, наверное, авторитетные ребята и его корифаны. Да вроде... Да, он изменился, возмужал, реально. Или повзрослел. Я пригладил волосы, удивленные. Просто не выспался. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Да, она всех сравнивает с мелодиями. Мы это помним. Я подумал о флейте, струящейся между косматыми деревьями. Мы, кстати, так и не узнали, кто там играл на флейте. Помните, в финале третьего эпизода? Мы видели, что там кто-то, какая-то фигура была. Опять же, не знаю, сон или это, но там кто-то был, играющий на флейте и, возможно, управляющий всем этим действием. Но кто это был? Неужели тот хозяин леса? Страшный, трогатый, шерстяной? Или кто-то другой? Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор? Не помню, о каком разговоре речь. О телефонном? Что ты? Вроде нет, никому не рассказывал. Она кивнула, словно признаваясь, что полностью мне доверяет. Я не знаю, заслуживаю ли я такого доверия. А может, погуляем после уроков? У меня ромка вскроет череп, ты чё? Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. О-о-о, а можно ещё к тебе на чаёк зайти, да? На чай с печенькими. И на сладенькое. Так, давайте-ка мы лучше сохранимся. Я, знаете, я раньше переигрывал некоторые моменты, да? Теперь у меня новая тактика. Я буду по мере прохождения разные варианты отыгрывать. И одновременно ачивки открывать, одновременно показывать разные варианты развития событий. Более глобальные перемены, конечно, у меня таким образом не получится обыграть. Типа выбрать там Полину, да? Или Алису. Это нужно новое прохождение мутить. Но для таких мелких, штатных моментов вполне себе норм. Её волосы каскадом спадали на плечи. И так удивительно пахли, что я взлетал без всяких чар к переливающимся звёздам какого-то внутреннего космоса. Чувак, ты свои гормоны-то приструни. Он в каждом эпизоде, при каждой встрече всё говорит про то, что оно удивительно пахнет. Ну, я не знаю. Какой интересный у него парфюм, что так влияет на нашего героя. Прям башню ему сносит. Почему бы и нет? Давай. Тогда после алгебры на заднем дворе. Окей. Она пристала и снова посмотрела на меня своими пронзительными глазками. Пробормотала, гадая. Что-то из Мусоргского? Хм. Нет, пожалуй. О чём это она? Пытается меня сравнить с мелодией? Так, так, так. Что-то я не понял. И ушла. А вместо неё в проходе вырос ромка. Он плюхнулся ко мне за парт и зашептал на ухо. Ты с ней говорил? А, ну да. Вроде как она одноклассница и это не запрещено законом. Так, Беша приковылял к нам, но Рома осадил его середитым взором. Беш, отвали на пару минут. Тот обиженно поджал губы и скрылся из класса. Рома опять повернулся ко мне. Ну, говорил или нет? Она что-то сказала про меня? Она сказала, что хочет со мной идти гулять. Не знаю. Это как смертный приговор себе выпусывать. Мне хотелось улыбаться печально и обречённо. Ромка, капитан команды Вольтрона, был влюблён действительно. Ну, влюблён. Команда Вольтрона — это типа вот наше трио пацанов. Мы типа друг за другом горою и все дела. В его взгляде кипела надежда, мольба, тревога. И это делало его совсем наивным мальчиком, который оградился от мира спортом, резкими движениями и холодностью. Мог ли я предать его сейчас, когда он так уязвим? Мог ли я сделать правильный выбор в ситуации, где нет ничего правильного? Я проговорил, откашлившись. Она спрашивала, где ты будешь после уроков. Угу. Ну, почти. То есть если он скажет, что она будет там-то, там-то, и он пойдёт вместо Антуна навстречу. И типа я их сведу, да? Лицо его стоило того, чтобы соврать. Оно буквально засветилось от счастья. А ты что? Сказал, что ты будешь на заднем дворе. Ромка возволнованно близзон губы вцепился мне в запястье. Я испугался, что сломает. Ну, Доха! Ну, спасибо, друг! О, как это грустно, да? Мы-то знаем правду. Ещё и музыка такая играет. Погнали скорее готовиться! Пишите в комментариях, друзья, были ли вы в подобном случае? Вот я, реально, я в жизни был в детстве, в школьные времена, я в студенчестве был в таком случае, когда тебе нравилась девочка, но что-то как-то вот не срослось. А твой знакомый, с которым ты тоже в хороших отношениях, он тоже к ней клеит ласты, и типа у него... Вроде даже неплохо получается. И ты такой, а-а-а, ладно, пусть будет счастлива. Какой-то третий лишний. Вот у меня был такой момент в студенчестве, по-моему, нет, не в школьной, именно в студенчестве, а в студенчестве. Если честно, тогда казалось, вроде правильно делать. Сейчас думаешь, блин, какой я был дурак. Лучше бы самому поднажать, и, возможно, всё было бы иначе. Но, чёрт возьми, это жизнь, и в ней нет сейвов. В отличие от этой игры, здесь сейвы-то есть. Поэтому, у кого было подобное, друзья, пишите в комментариях. Ничего зазорного, я думаю, здесь нет. Можно просто поделиться друг с другом чем-то. Ща мы закатим такую шум-программу, что прям о-го-го! Он ушёл к ворчавшему в коридоре Биаши, а я, цепенев, устраивался на пустой стул Полины. Только что я применял одну дружбу на другую. Оставалось лишь надеяться, что я не прогадал. Странно, что не было выбора здесь. Сказать ему или сказать правду. Обычно разработчики любят ставить игрока очень в неудобное положение перед таким выбором. Эхо звонка металось по мрачным закоулкам школы. Ну, как красиво. Наспред застёгивая куртку, я выпорохнул во двор. Синаптики не соврали. Пророчим метель. С севера наползало свинцовое облако. В нём клокотал могучий рёв. Дети вставали спиной к ветру и смеялись, когда порывы толкали их по катку. В йогу вносило смех фиолетовую даль. Ромка бросился ко мне, как только заметил на привычно пустом пятачке за школой. Да, мы здесь именно это всё дело и оговаривали. В первый раз... Готов? Точно не сдрейфишь? Надеюсь, что я всё сделаю правильно. Второго шанса не будет. Окей. Я не был готов абсолютно. Жот покалывал, требовал убираться, не ввязываться в заранее проигрышное дело. Хотя я тут Ромку вшатал однажды. Но бросить Ромку на полпути я уже не мог с принципа. Тот, тем временем, загибая испачканные в чернилах пальцы, судорожно пересчитывал реквизит. Букет есть. Маньяк присутствует. Это я, да. Чё там ещё? Полина? Полин не хватает. Кто будет её отыгрывать? А что с моим образом? Где мой топор или там маска? Чё, маска? Серьёзно. Походу, дело всё идёт к тому, что я опять возьму маску зайчика. Да не гони, Тоха! Надень ту зайчу, что с собой по жизни не таскаешь. Только речи нельзя, чтобы Полина нас видела вместе. Я с недоверием поглядел на Ромку. Но пальцы уже нащупали бегунок на молнии рюкзака и потянули за него в предвкушении. Опять я надену эту маску. Меня надо так беситься, честно, маска. Я... Потому что наш герой, становясь зайчиком, меня выбесил нафиг. Я не хотел, чтобы он им был. Я хотел, чтобы он вернулся домой и не стал прыгать и жрать конфеты в лесу. Блин, непонятно. Но... Ромка... Антон меня не послушал. И вместо того, чтобы удивиться, я испытал лишь облегчение, вытащив наружу мое настоящее лицо. Вместе с ним прошло спокойствие. Пришло. И колики влеглись. Я вспомнил ощущение полета, невесомости и счастья. Тут же проблемы Ромки показались даже вот и мелочными, несущественными. Давай, как репетировали. Только она появится... Так я же не стану трусишкой, зачишкой, да? Я пригрожу ей дорогу. Ага. Ага. А я из-за тех кустов такой бац! И на выручку. Только веди себя посмелее, Тошик. Так, хорошо. Вот именно в такие моменты почему-то музыка, я громковат. Давайте вот так сделаем. Чтоб как в заправду я постараюсь себя не сдерживать. Слушайте, я надеюсь, что это не будет по-настоящему. Это он... Знаете, эта игра... Вы же понимаете, что это зайчик, да? Что это довольно мрачные и местами страшные визуальные новеллы. И я не удивлюсь, если нашего героя клинанет в башке что-то и он возьмет реально топор и что-нибудь там сделает. Надеюсь, что это всего лишь мои шальные фантазии и не более того. Простой кусочек картона и шерсти нес в себе энергию, которая могла соперничать с яростью метели. Я не без удовольствия натянул настоящее лицо поверх очков. Почему я всегда говорю, что это настоящее лицо? Он же человек. Поправил его, чтобы глаза смотрели точно в прорези. Ромка исчез. А из-за школы вышла, оглядываясь Полины. Опачки. Поэтому не репетировать будут? Нет. Уже непосредственно идет действие, да? Футляр из-за скрипки был неизменный снег. Сапожки скрипели на свежем снегу. Тучи проглотили солнце, и темнота обратила меня в длинноухий силуэт. С сомнением, посмотрев в мою сторону, Полина начала погибать площадку. И она ищет Антона. Хе-хе, а значит не узнала. Угу. Ну, в принципе, по шапке можно было узнать. Я шагнул на перерез, совершенно не заботясь, что мой рост или одежда могли бы сказать Полине, кто перед ней. Ты случаем не потерялась, деточка? Хмурясь, она пусть потеснилась к кустам. Значит, не узнала. О, началось. Из-за них тут же показался чертыхающийся Ромка. Сейчас будет комедий. Он неуклюж двигался боком, словно краб, и все так же протал руку цветами за спиной. Чувак, расслабься ты. Эй, садись, проклятый. Пока я здесь, никто не обидит эту девушку. Он как на школьном спектакле. Знаете-ка, пытаешься звучить речь, и справиться с волнением. А перед тобой огромная публика. Понял! Ты! Под маской я страдальчески скинул брови. Интонация Ромки была фальшивой и откровенной идиотской. На репетицию он отыгрывал во сто крат, уверенней. Но я не подал виду и нагло схватил Полину за воротник. Потянул к себе. Пальцы прибежали по ее шелковистым локонам. Полина возмущенно ойкнула, но я только ухмыльнулся. Чувство вседозволенности и безнаказанности захлестнули меня. Какой кадр, да? А можно скрыться? Жесть, друзья! И музыка еще такая! Так, Антон, пожалуйста, не натвори глупости, ладно? Я намерился завалить Полину на землю и тискать до синяков, пока несущий околесец у Ромка не научился актерствовать как надо. Что ты хочешь не сделать? Тискать? Окей. Говорю! Не тронь! Но я не послушал, продолжил. Пьянею от собственной власти, от того, что растерявшийся Ромка мямлил себе под нос. А я мог делать что угодно под покровом заячьей маски. Прояви терпение, Рохля! Жесть! Вот, смотрите, он же не Антон. Он стал реально зайчиком. Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя. Что тут происходит? Кому? Мне реально не по себе. Какого хрена Антон так преобразился? Полина, сделай что-нибудь, Полина! Ромке даже округлились глаза от удивления. И было видно, что он какое-то время пытался сохранить самобладание, чтобы не выйти из роли. Но прежде чем новоспеченный герой хоть что-то предпринял, его опередило Полины. Так, что тут происходит? По-моему, ей вообще пофиг, да? Петифан, ты уберешь своего дружка? Значит, не напугана, по-моему, нет? Ой-ой-ой-ой! Шмякнула футляром от скрипки. Это жесть. Я же... Он меня... Так, а ты что стоял? Ты... Че ты стоял-то на месте, елки-палки? Надо было действовать. Парина была в опасности. Ну, по-моему, она сама за себя постояла вполне неплохо. Думаете, я вчера на свет появилась? Бяша, небось? Или... Она внимательно посмотрела на меня, словно могла видеть сквозь картонную маску. И даже в тусклом освещении я видел, как порозовела ее негодующая личико. Антон? Па-па-па-ба-м! Узнала таки? Вот не думала, что ты такой. Эй, вау-вау-вау-вау! Мне просто интересно было бы, а что вот реально, как повернуться в сюжет, если бы я изначально выбирал Полину? Вот прям любопытно стало, реально. Надо будет потом переиграть. Я замычал, ища оправдания, в тайне надеясь, что Ромка опередит меня и все объяснит. Но фиговиши из актеров пялился на сугроба и краснел от стыда. Спланировать такое шоу и так и было жаться. Полина смотрела на нас, сжав кулаки, и вдруг выкрикнула. Клоуны! Да, жестко. Крик-вердикт еще бился школьной стены, как попавший в ловушку голубь, а Полина кинулась прочь от нас по заснеженному асфальту. Что-то как-то она вообще прям изменилась. То есть в третьем эпизоде она была такая миленькая, к нам очень-очень настроена положительно. Даже сейчас в начале она нас, по идее, приглашала же погулять. И тут она внезапно так похолодела. Но с другой стороны, типа, возможно, из-за всего этого произошедшего нельзя резко поменять мнение, это всего лишь-то ну, типа, в шутку. Она плеснула тенью, словно шлейфом платья, и скрылась за углом. Головоромка обреченно упала на грудь. Облезлый букет шлепнулся в серую кашу мокрого снега. Это фиаско, братан. Да. Не фартануло. Я снял маску со вспотевшего лица. Ветер остудил кожу. Да, как-то печально прям. Но слишком уж Антон вжился в роль, по-моему, Ромка так их подохренел от этого всего. С маской я словно стащил слепок посторонних мыслей и эмоций. Ромка скрипел зубами, таращившись под ноги. Потерянные и подавленные, не умеющие, как и я, встречать контратак и удары судьбы. Я видел, насколько ему плохо. Он готов был крушить все вокруг, биться олбома бетон, что угодно, но только не попросить Полину вернуться. Он был сильным и смелым, но так боялся показаться слабым, что это мешало ему жить. Решение пришло молниеносно. Я положил ладоню Ромки на плечо. Так, что он придумал? Побежал за Полиной? И кинулся по пришкольной территории, пытаясь догнать Полину. Эхо повторяло стук подошв. Скрипичный футляр девочки покачивался, как хвост раздраженного животного. Полин! Она сбавила шаг, но не обернулась. Сейчас будет счет, наверное. Ну, Полин! Показался ее хорошенький профиль. Чего? А, нет, смотрите. Я думал, скримак какой-нибудь. Я поравнялся с ней, осторожно я взял за локоть. Она не отдернулась. Хороший знак. Ты все неправильно поняла. Полина убрала с лица прядь. Я подумал, что этот жест она могла посмотреть в каком-нибудь фильме с Шернстоун. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Если я все правильно понимаю. Голос ее оставался строгим. Что тут понимать-то? Сейчас по-моему жесткому ее, слушайте, расстроили, а? Ромка спланировал геройский поступок. В кавычках, конечно. А ты вызвался быть шутом, от которого он меня защитит. Еще и маску где-то нашел. Гадкую такую. Гадкую маску? Да ты же Алилиса, по-любому. Почему маска для тебя кажется гадкой? Я все равно считаю где-то в глубине души, что она есть Алиса. Только она, возможно, ну, не помнит об этом. Хотя вот наш герой, например, помнит, что он зайчик. Странно все это. И непонятно. Я вспыхнул. Ничего она не гадкая. Но вслух сказал. Вот и не поняла. Ты Ромке очень нравишься. В ее взгляде проскользнуло любопытство. Мне так отчаянно захотелось обнять Полину, украсть, увезти в лес, познакомиться с моими новыми друзьями. Чтобы флейта играла, Полине бы понравилась ее мелодия. Чтобы мы прыгали до небес выше облаков. И там, под приколоченными к небосводу звездами, я бы рассказал Полине, как нуждаюсь в ней. Что она это вода, а я умираю от жажды. Я думала, я тебе нравлюсь. Ну да, так и было. И так и есть. Ну типа, я не мог друга кинуть. Он же как бы... Короче, суть в том, что наш герой ничего не сказал Ромке. Поэтому он сам по сути виноват. Ромка-то о чувствах Полине сказал пораньше. Так что чисто с моральной точки зрения у него больше прав на какие-то первые действия. А наш герой мог бы тоже сказать, так, стопы, стопы. Помните, еще в третьем эпизоде? Ромке, стопы и Ромка, я тоже люблю Полину. Вот тогда бы уже было более-менее справедливо. А так как он промолчал и дал возможность Ромке действовать, значит, собственно, нужно друга поддержать. Я притворился дурачком. Мне? Мне? Полина обиженно вырвалась. Все ясно. Да постой же, нравишься. Ты всем нравишься. Да ладно тебе. Я что-то прям как-то обожлилась на него. Парень реально хотел красиво подкатить. Она хотела сбежать из этой деревни, по-моему, да? От всех этих людей. Полина смотрела в темноту за чертогами школы. Там был ветер и клубился снег. И что теперь прикажешь? От его обещаний детей рожать? Ну, в будущем, может быть. Для начала узнать поближе. Дать ему шанс. Шутки шутками, а настоящий маньяк еще на свободе. Ну, с этой позиции это все правильно. Не хватало, чтобы еще Полина исчезла. Катя, наверное, скорее всего, одна шла и с ней это все произошло. Лучше, как минимум, всегда ходить хотя бы подвое. Но в таком случае с нашим героем некому будет ходить. Ну, с бяшей, может быть, только. Позволь Ромке проводить тебя сегодня. Я говорил, а губы мои немели и деревенело лицо. Я боялся, что голос выдаст истинные чувства. Слова были бритвами, которые резали мне грудь и гортань, высыпаясь наружу. Полина молчала бесконечно долго, а потом еще дольше. Она возмущенно насопела и барабанила пальцами по черному футляру. Наконец-то она сказала, вздохнув, передай своему Ромке, что я жду у школьных ворот. Хм, окей. Ну, чтоб не думал себе всякое. Окей, надеюсь, что Ромка там в порядке и ты тоже тут дождешься. А то я знаю, сейчас приду к Ромке, а его уже нет. Или найду Ромку, приведу сюда его, а тут уже нет Полины. Короче, что-нибудь такое вполне может произойти. Я изобразил радость, когда надо, я мог притворяться. Ты не пожалеешь. Да. Я обрел обратно за угол, вслепую, шаркая по снегу, потому что веки мои были плотно зажмурены, а сердце билось, как молот, вгоняя в душу гвозди. Ромка сидел на корточках, заерошивая короткие волосы. Она ждет тебя у ворот. Наградой мне было изумление на лице товарища. Он скачал, захлебываясь словами. Совсем не тот замкнутый лидер, молчун, с которым я познакомился на прошлой неделе. Тош, ты спас меня? Ну, всегда пожалуйста. Братан, да я теперь твой должник на века. Хочешь, я тебе тетрис подгоню, а хочешь научу рукопашным приемам? Сначала в Полине сходи, посмотри, что там у тебя будет, а потом уже будешь меня благодарить. Я мечтал об одном, чтобы меня оставили в покое, чтобы я мог стоять в тишине и смотреть, как колышется на ветру лес, или чтобы я с голой жопой бегал в маске кролика по лесу и жрал конфеты под звук флейты. Вот об этом ты мечтаешь, чувак? Надеюсь, что этого не будет в этой игре. Вдыхать морозный запах хвои сквозь старую маску, ну вот видите, опять. Иди уже. Хотелось верить, что в случае с Алисой мне не придется выбирать между чувствами и дружбой. Кроме нее, у меня уже никого не осталось. Разве что у Оли. Ну конечно, мой лучик света в этой кромешной черной тайге. Как я мог забыть о своей маленькой сестренке? Я знаю, чего я хочу. Ромка, успевший сделать несколько шагов, восстановился и посмотрел на меня. Я хочу оказаться вместе с сестрой в Диснейленде. О, вот что я хочу, да, ну что, купи мне пару билетов и желательно самолет. Мой приятель ухмельнулся, сдвинув шапку на затылок. И что ты предлагаешь? Сбирка с обнести? Хе-хе. Нет, надо просто поймать маньяка. Хм, это интересная затея. Того, кто в ответе за все эти похищения и получить обещанную награду в милиции. Ромка скривился, спрятал руки в карманы штанов. Думаешь, тебе этот лейтенант что-то за сотрудничество отстегнет? Подарит максимум часы командирские, будь здоров. Меня утомило пререкаться с Ромкой. Ты поможешь мне? Да или нет? Я сказал уже, мы команда. Угу. Будем искать маньяк. Замечательный хороший поворот. Куда ты, туда и я. Давно пора, уже четвертый эпизод, елки-палки. Хоть какие-то подозрительные, ну, подозреваемые, хоть какой-то движ ты уже должен пойти, а то вечно все пропадают, вечно какие-то ужасы происходят, но мы не приходим к развязке. Хорошо. Теперь понять бы, с чего начинать. Слушай, Бяша говорил, что слышал плач в буреломе за кладбищем. Хм, да, было дело. Готов поспорить, это была Катька. Я весь собрался, превратился в нерв. Катя, это шажок к Семену, от него к Ове. Поможем милиции арестовать убийцу, и проклятый маньяк перестанет держать наш поселок в страхе. А с ним идут взрослые запреты, что не разрешают Оле выходить на улицу. И я, наконец, научу ее прыгать до небес вместе с новыми друзьями. Блин, знаете, в этой игре ограничит как бы что-то вроде более реальное. Например, история про маньяка, который похищает детей, а черный гараж, наверное, просто совершенно обычный какой-нибудь складной гараж, где он, не знаю, разделывает трупы, например. Он какой-нибудь разборный, и он его ставит где-нибудь в лесу, и там делает свои гадости. Потом ребенок пропадает, он гараж сворачивает, куда-нибудь уезжает, ложится на дно, пока шум не кончится, потом снова возвращается, снова похищает. Это было бы логично, к примеру, да? Этот зайчья губа, этот странный чел с пластырем на носу, возможно, и есть маньяк, к примеру. Это все логично. Но есть в этой игре, есть еще и нелогичная, совершенно абстрактная часть. Это вот эти вот все истории со зверями и с масками, и с тем, что он там прыгает. Это сама персона Алиса, да? Сама личность очень загадочная и таинственная. Вот это уже не вяжется с реальностью. Не состыкуется. Где-то должно же быть объяснение, правильно? Где-то должно быть какая-то связь между двумя этими с одной стороны логичными и с другой стороны совершенно нелогичными вещами она должна быть. Ладно. Как тогда будем действовать? Поживем, увидим. Я просто делюсь с вами своими какими-то мыслями, переживаниями, потому что, ну, реально это все с одной стороны вроде можно объяснить логически, а с другой стороны все совершенно странно, нелогично и непонятно. Я вспомнил номер дома, тайком посмотренный в анкете Полины. А возможно, если бы я выбрал изначально Полину, я был бы у нее в гостях, да? И тогда бы я точно знал ее дом. Отлично, мне пора. Ладно, удачи тебе, чувак, там. Не оплошай. Я рунком учался, а я остался усмирять голоб в грудной клетке. Типа сердце билось. Скорее всего. Там шприц какой-то, видали, лежал? Под этим. Я что-то не обратил, ну, изначально не обратил внимания, там шприцы какие-то и какая-то фигня была на земле. Там че, кто-то снаркоманился прямо за школой? Куда смотрят уборщики? Быть может, теперь с Ромкиной поддержкой весь этот ужас наконец-то прекратился? Лузгающие семечки Биаши скривился, как только я подошел к нему. Смотрите-ка! Фу! Я вёлся! Мне запалился, на! Бросили меня тут, на! И срулили вдвоем! Голубки! Хе-хе-хе! Нет, всё было не так! Ты неправильно нас понял! Эй, Сёна, командовать Рона называется! Фу! Так, Биаши нахухлился и демонстративно отвернулся. На минутку я задумался, взвешивая про себя, пригодится ли нам помощь Биаши в поисках Кати? Или этот Ромкин прихвостень только всё испортится? А-а-а, вот это интересно, сохранимся. Нет, блин, я не знаю, ну, как бы в толпой-то поинтереснее будет. Но с другой стороны, друзья, он же просто боится всего этого страшного, особенно в чёрном гараже. Сразу цепенеет, мало ли что произойдёт потом. Не звать, позвать. Давайте позовём! Ну, типа, реально, как будто его бросили. Всё-таки мы команды. Ну, Биаш, не обижайся. Ромка голову совсем потерял, потому что не злись на него сильно. А про тебя я помню. Вот, держи от меня подарок. О-о-о! Набросок Вольтрона! Нетёфе! Это мне на? Да. Спасибо, Антоха! Лазил! Повесишься над кроватью! Или куда-нибудь там на стену, или куда-нибудь на шкаф. Будет тебя висеть и радовать. Ты чего уж там. Через полтора часа встречаемся у Полининого дома. Намечается срочное дело. Биаш аж прозавел на радостях. Чем будем заниматься? Я грустно улыбнулся, оценивая наши шансы. Он думает, что мы там в пятки будем играть или в догоняшки? Чувак, мы идём маньяка искать. Постараемся не пропасть без вести. О, три мушкетёра, кстати, да. Самые длинные полтора часа жизни. Словно миксер, размолотили мой мозг до жидкой кашицы. Одни тревожно и мысленно хлёстывались на другие. Пропавшая Катя. Лес. Маньяк. И склепы. Могилы-кресты. Гаша выпался из ранних сумерек в квартале однозначного места. В их квартале. В квартале. То есть мы уже на месте, да? Так, ладно. Давайте мы переиграем. Просто посмотрим, что будет, если я выберу другой вариант. Не звать. Если я ещё мог поверить в Ромкину дружбу, то его подхалима прислужник Биаши всегда вызывал у меня отвращение. Чего ты сразу как девчонка обижаешься? Вот уж не подумал, что ты так в роль вживёшься. Блин, серьёзно, что ли? Мы его так брутанём? Он ядовито прыснул. Да пасли вы на! Что за мне, друзья? Если сгинете, я по вам скучать не буду на! Вы! Да иди уже! Третье лишнее. Дали достижение. Вот так вот, блин, друзья. Как-то печально. Так, он демонстративно удалился, бросив кулек с семечками у моих ног. Я ждал невозненосимо долго. Ну и вот, собственно, пришли к этому моменту. А, подожди. А как там будет начало без Бяши? Рашка, телесманиак. Вот здесь он был, да? А, ну всё пришло... А Бяша где? Засал, поди! Слушайте, интересно. Это, видимо, далеко идущие, да, развитие событий. Ладно, посмотрим, будем ли мы потом переигрывать. Давайте мы тогда всё-таки вернёмся туда, где нас трое. Чего унылый такой, на? Светых анекдотов нет? Полный карман анекдотов, чувак. Я был рад видеть даже его физиономию. Вся банда в сборе. Ееееее. Не обязательно было спрашивать Ромку о свидании. По улыбке души становилось ясно, что всё прошло великолепно. Видимо, да. Если бы Полина его реально буртанула или отшила, он бы, скорее всего, был поникший. Ну, вот такой вот поворот. Ромка шутливо ободнул меня в бок. Ну ай да, джентльмены! Этот светливый, тот нефятный! Хе-хе. А ты кто? Фиг вас поймёт меня! Ну да. У меня только что увели Полину. Причём я сделал это добровольно. Отдал её, можно сказать. И плюс там ещё какие-то невязочки. Картинку, видимо, он не хотел отдавать. Асфальтроном всё-таки отдал. Короче, наш герой, видимо, поникший. Да, вот смотри, смотрите на Ромку. Прям сияют, светятся. Эх. Всем бы, наверное, его радость. Так, ну пойдём. Знаете, вот сейчас смотрю на все эти окружения. Вон там какая-то заснеженная лодка лежит, скорее всего, здесь рядом, речка недалеко. Опять же, моя деревня, практически в которой я вырос. Там у нас рядом с оградой всегда первенатая лодка лежит. Ну, на зиму обычно ставят её. У кого там гаражей нет, чё-то такого. Ну, а так, вон всякие разные деревья в оградах есть. У меня рядом с домом росла, кстати говоря, огромная такая черёмуха. Я, не знаю, рассказывал, уже не помню, если честно или нет, но я на это дерево любил залазить. И там через ветки я забирался прямо на крышу дома. И сидел там на крышу, балдел, короче, хавал эту ягоду. Это были замечательные моменты из детства. В это время люди в домах стряпали, смотрели телевизор и переругивались. На крыльце курили хмурые мужики. И скрипел холодёжный ворот. Холодёжный, холодёжный ворот. Не знаю, что такое. Метелью пошла в посёлок по дуге. Но не оно заботило меня и пугало. Лес вырос на нашем пути. То ли мы вошли в него, то ли он проглотил нас зубастой пастью. Сосны скрипели, а из тайги тянулись зыбкие тени. Они выгибались по обе стороны от дороги. Никто из нас не проронил ни слова, ступая на просеку. Сизая дымка струилась над оврагами. Её хвосты завивались в призрачном танце. В лесу тошнотворно пахло воском церковных свечей. Мутило рассудок. Снег чавкал, приседая под подошвами. Кочки напоминали насыпи на могилах. А кресты заменяли перекрученные хилые деревья. Из заледеневших болот стенала и булькала тьма. Злобно завыл ветер. Время перестало иметь значение. В какой-то момент мы уперлись в бурелом. Значит так. Поисковая операция начинается. Далеко не разбредаемся, ищем любые следы Кати или похитителя. И желательно, пацаны, поживее! Уже через час станет темно, хоть глаз выколи. А у нас будут какие-нибудь, не знаю, там, средства связи? Хотя бы, знаете, в очень страшном кино 2. Там, стаканчики с ниточкой. Ну, типа, реально, какой-нибудь клич друг друга окликивать иногда. Ну, чтобы не заблудиться и не потеряться. Мало ли что. Мы осторожно стали пробираться через поваленные деревья в слабой надежде найти хоть что-то. Хрена лысого мы в таких потемках найдем нам. Давайте вот это по домам. Да, взяли, блин, Биаши на свою голову. Опа, опа, опа. Что-то нашли какой-то кошелек. Вообще странно, что они пошли в лес без фонариков, да? Опачки. Че тут у нас? Причем Биаши нашел? А мне сегодня фартит. Братва! Я, кажется, на стол. Так, и чье это? Это ж Каткин кошелек. Значит, реально Катин. О! А потом я услышал... Сдавленный вскрики не понял, кто кричал. Ромка, Биаша или я сам? Наконец я все увидел воочию и все равно не поверил своим глазам. Что? Абсолютно седой Биаша в ужасе пятился, спотыкаясь, пока наконец не рухнул псугроб. Он протянул руку, и я увидел, как дрожат его пальцы, указывающие в пустоту. Че, черный гараж опять? Биаша взвился, словно ужаленный, и побежал прочь. Ромка не посмотрел на него. Он продолжал глядеть вперед, не моргая и не дыша. Я не заметил, как зашагал навстречу чему-то неописуемо страшному. Нерешительно отодвинул завесу из мохнатой хвои. Да, реально, черный гараж. Вот он. За ельями показалась небольшая опушка, некогда выжженная точным попаданием молнии. Почерневшие пни ограждали круг. Посередине стоял черный гараж. Его гладкие стены были выкрашены черной краской. Казалось, они впитали в себя сам мрак. Я подумал, что гараж — это не просто металлический короб, который легко можно перевозить с места на место. Вообще, по идее, я так и подумал, что его просто перевозили. Но и там мигает лампа. То есть, там есть электричество. Как его можно туда подводить так просто? Скорее всего, генератор какой-нибудь, может быть. Он нечто живое. Я вот уже встречал раньше. Я туда почти зашел. Но меня вроде как от этого всего оградила Алиса. Насекомое с черным, лоснящимся хитином. Прожорливый падальщик. Мы таращились на него. А он внимательно следил за нами красным мерцающим глазом. Я сказал себе, что это просто лампочка. Генератор жужжал тихонько. Но в этом звуке слышались угрозы. Значит, генератор все-таки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пацаны, наконец-то посмотрим. Открыто. Что же там? Я попытался сглотнуть. Рот был сухой, как пустыня. Ворота гаража были распахнуты. Внутри колбилась чернота. Я почувствовал прикосновение. Ромка положил ладонь на мое плечо. Пойдем. Он выглядел сейчас старше своих лет. Да что там. Он выглядел дряхлым стариком. Куда? Ты что, сбрендил? В гараж. Давай предупредим лейтенанта Тихонова. Ромка сплюнул себе под ноги. Не будь ты таким наивным, Тоха. Твой Тихонов вон даже варежку в лесу отыскать не смог. Ха-ха. Да и западло с ментом сотрудничать. Особенно, когда я у него на учете состою. Да, кстати, я помню это время в 90-х. Знаете, там, как пацанская романтика была прям на пике популярности. И считалось, короче, не пацанским вообще делом. Зашкварным делом. Даже не просто сотрудничать, да. С милиционерами, с милицией. А даже просто общаться, там, дружить, контактироваться. Казалось, что ты, там, замусоришься, короче, типа, сдашь кого-то. И просто, ну, это было не в подсчете. Тебя могли даже побить. То есть, например, у тебя какие-нибудь вещи, напоминающие... Вот, знаете, у меня был такой случай в школе. Вот, не вру. Пацана одного отмудухали гопники. Знаете, за что? За то, что он просто пришел в школу с таким рюкзаком. Он был очень похож на папку кожаную. С которыми обычно ходят всякие следаки, милиционеры. Тогда милиция еще была. И его просто за схожесть рюкзака, который был похож на папку милиционера, его за этот мудухли. Ну, типа, чем мент, что ли? Ну, в таком духе. И вот в 90-х это реально возводилось в абсолют. Реально это было таким, знаете, таким ярлупом. Поэтому вот Ромка опасается этого статуса в своей жизни. Он сотрудничает с ментом. Хулиган выхватил визитный ножик и серьезно посмотрел на меня. Маньяк наверняка вернулся туда, в свое логово. Если получится, возьмем его тепленьким, пока он не ждет. Иначе в следующий раз подкараулит уже он. Зверята говорили, что он всего лишь человек из поселка. Но справимся ли мы без взрослых? Второго шанса может не быть, брат. Так что решайся. Два! Опять выбор. Ладно. Так, ну давайте. Я думаю, что и вы, и я, мы все как бы хотим одного и того же. Разбежать в милицию позвонить, точно. Да ладно, шучу. Все хотят в гараж. Ну давайте зайдем в гараж. Мы приблизились к постройке. И скоро бы не доносилось ни звука. Только гудел генератор. Ромка постучал костяшками по воротам, убеждаясь, что они не собираются превращаться в хищные челюсти. Ну, цепи, да, и прочие вещи. Осмелев, он распахнул двери пошире и принесся ощупывать проем в поисках выключателя. Знаете, Аксаэпи и прочие вещи я сразу вспомнил фильм «Воставший из ады». Там были довольно жуткие моменты с цепями, там, как людей разрывали. А кому интересно, посмотрите. Старый ужастик. Тох, помоги-ка мне. Включить. Боже, мне страшно. Че? Это просто тачка? Серьезно? Окей, я думал, там все трубы, короче. Оторваны части тел. Гараж оказался самым обыкновенным. Полки с инструментами по бокам, какие-то канистры, тряпки, да накрытые чехлом машины. Ни маньяков, ни их жертв. Я даже усмехнулся от облегчения и прочел те же эмоции на лице товарища. Подожди, а Биаша, помните, он рассказывал, что когда он заглядывал в гараж, он аж охренел. Начал заикаться после этого. Хм. Это, видимо, не тот гараж? Ромка вошел в гараж и обогнул по часовой стрелке автомобиль. Пошарил среди пыльных полок, посмотрел на меня. Я расхрабрился настолько, что перешагнул порог. Вот знаете, а вот те инструменты наверху... Не совсем похожи на гаражные. Ножовки, пилы, кусачки всякие. Ну, ломик разве что, мало ли, где пригодится коса. Это что-то как-то прям как будто орудие пыток. Крючки с цепями тоже необычные. Да и неизвестно, что в машине внутри или в багажнике. Надо проверить. В углах, как паутина, налипала тьма. Паук, если он и был, давно покинул гнездо. Так, нужно все изучить. Вот, все приметы, которые можно посмотреть, да? Коробка. Посеченные конечности... Что? Груды фаршей, головы, облепленные мясными мухами. Вот что я вижу, заглянув в ящик. Как в ночном кошмаре. Страшная версия поля чудес, в которой ведущий, хохоча и пуская слюну, вынимают из коробки истекающие гноем призы. Но на его ящик пустой. Если что там и было, это убрали с глаз долой. Так, что там еще есть? Вот это вот что? Почему мне это так напоминает алтарь? Точно гараж. Это церковь, а здесь атрибуты нечеловеческой таежной религии. Я не хочу видеть иконы этой звериной веры. Древние письменные железные реликвии. Да нет же, это просто хлам. Никому тут не молятся. Не бывает таких храмов. А воск на столешнице, потому что электричество часто отключают. И хозяин работает при свечах. Так, что там еще есть? Тески наверху, руль. Так, наверху тосклый свет не проникает туда. В темноте может быть что угодно. Вдруг она смотрит на меня в упор, прячась за кружевом паутины. А если встать на цыпочки, то... Там всего лишь пыль и рухлить. То есть первая часть фразы, это вот говорит еще до того, как посмотрел, да? А потом уже после. Тески. Что же ими сжимали? Что хрустело между металлическими челюстями? Что лилось на верстак из рвущейся плоти? Чугун длительного использования совсем раскрошился? Ну, это всего лишь обыкновенные слесарские тески. Такие же стоят в кабинете труда. Чиски для деталей, а не для жертв. Капли масла, а не крови. Ну и еще руль еще был. Ржавые железяки. Похожие на стальные клыки в пасти этого мерзлого места. И на пыточные инструменты средневекового палача. К таким прикоснешься, и на пальце сразу рассветет рана. А в порез просочится инфекция от ржавчины и засохшего жира. И ты сгниешь заживо. Там на щепцах что-то багровое. Надо подойти и проверить. Хотя это все лишь краска. Это просто краска. Вот так. Вроде бы все посмотрели, кроме машины, да? Это машина, что же еще? Просто автомобиль, накрытый тканью. Внутри никого нет. Ни живых, ни мертвых. Вонь. Застарелой крови. Она... Она только у меня в голове. То, что находится под мешковиной, пахнет машинным маслом и не более. Ну, вроде бы все мы посмотрели. Ржавый хлам. Оказывается, это место капец какое унылое. Какому такому мудаку пришла в голову идея перевозить гараж с места на место? Это реально странно. Почему нельзя в гараж... Ладно бы гараж, там, не знаю, для... Ну, там, охотник, да, к примеру. Он там в гараже хранил какие-то шкуры зверей. Ну, чуть-чуть в этом духе, да? Или там рыба замерзшая, ну... Наловленная где-нибудь там в речке. Это было бы понятно. То есть переводишь гараж, в нем живешь. В нем разделываешь рыбу, там, животных, шкуры. Потом можно это все перепродать. Заниматься такими делами. И... Все, гараж всегда с тобой. Как какая-нибудь палатка переносная. Ну, блин, автомобиль зачем? Это странно. Причем в лесу. Это странно максимально. Все равно это странно. Пошли отсюда. Ага. Давай догоним Бяшу. Ему крепко досталось. Вот это, кстати, интересно. Вдруг мы сейчас его и не найдем больше. Все-таки не стоило его брать, наверное, да, в такие моменты. Я вышел по снегопаду. Ромка же топал к выходу, когда вдруг остановился и задумчиво поглядел на автомобиль. Слушай, а что это мы с пустыми руками будем возвращаться? Дай-ка ехать, магнитолу скручу. Блин, это плохая идея. Обожди минуту, я мигом. Из-под чехла раздался... Опачки. Всхлип. От неожиданности я чуть не плюхнулся в сугроб. Ты слышал? Она там. Ох! Я смотрел, как вдруг... Как вдруг дергает за ткань. Но подбежать помочь не хватило сил. Ноги словно примерзли к земле. Но Ромка справился без меня. Спортое с помощью ножа от чехол полетел в сторону. Под ним не было... Под ним не было автомобиля? Твою ж мать! Там, вырастая с пола, блестела машинным маслом огромная мясорубка. Что? Охренеть! Я видел такую в одной передаче до 16 и старше. Я эту передачу, кстати, видел по телеку. По-моему, она по первому каналу, что ли, по РТР шла в детстве. Но я не помню. Там в основном... Она была молодежная. Но конкретно эту передачу с этой молотилкой я не помню. Ну-ка, подождите. Как там? Может, в словарь-то зайти посмотреть? Советская и российская телевизионная передача, посвященная проблемам молодежи. Беспризорность, движение рокеров, тема наркомания, дедовщин. Проблемы досуг и взаимоотношения в семье. Помню, была такая передача. Она была очень популярна в 90-х. Потому что тогда, ну скажем, дети жили не в самое лучшее время в стране. Да и родители, конечно. И столкнулись с такой проблемой, когда за детьми, в принципе, очень мало следили. И в большинстве своем дети были посвящены сами себе. И это проводило всякие дерзкие, там, вот эти бандитские группировки. Я помню, была такая проблема токсикомания. У нас пыхали клей-момент в 90-х дети. Прямо, я помню, про это показывали целые рубрики в новостях. Типа там, умирали от этого. Короче, было очень суровое время. Я в него вырос. Но у нас в деревне, слава богу, в этом плане было не так жестко. В городах может быть где-нибудь в окраинах. А вот в деревне у нас все было хорошо. Ну, относительно хорошо. По крайней мере, свой огородик, рыбалка, охота. Как-то выручали. И наша, по крайней мере, семья жила не так голодная, как, наверное, большинство людей в городах. Промышленная махина, которой на фабриках перемалывали коровьи туши для колбасы. Ну, может, ничего такого? Реально, чел там возят все оленей всяких и перемалывают. Но все равно странно. А вот это уже не странно. Это уже ужасно. В раструбе, напоминающем зевку рожадного цветка венериной мухоловки, находилась связанная Катя. Она ночнулась, словно от сна, и ее глаза округлились от страха. Кляп позволял лишь хныкать и мычать. Офигеть. Офигеть. Скорее, сюда! И напрямую молотилки, то есть ее просто нужно запустить и все. Охренец. Я сбросил с себя отрепь, как тяжелый чехол, и рванул в гараж. Тем временем Ромка почти возобрался на стальную душегубку. Он взял Катю под мышки и... Вероятно, коленом Ромка зацепил какую-то кнопку. Нет, 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 пацаны, не надо, не надо, это... Заглудил механизм. Звук напоминал ворчание голодного желудка. Черт, выключи ее, выключи ее! Я сейчас, держись! Ничего. Ни одна чертова кнопка, ни один тумблер не могли остановить этот жуткий скрежет жерновов. Не работает! Ни хрена не помогает! Вы не говорите, что сейчас ее перемолит просто у нас на глазах. Так помоги мне! Мы согнулись над Катей и рванули ее за локоть. Внизу сработали спирали. Сначала медленно, но с каждым витком они набирали скорость. Раздался хруст. Так костер поедает хворост. Спасти! Так я спасаю! Ай-яй-яй-яй! Ах! Так я нажимаю! Может что-то подручное есть? Может уже много раз нажимать? Но мясорубку не отпускало. Мясорубка питалась. Я закричал, увидев как лезвие наматывает на себя лохмотье всплеснутых ног. Многие Катей теперь напоминали измолоченные колготы. Измочаленные. Кости проткнули кожу и торчали словно сучки. В багровом сиропе плавала белая коленная чашечка. Я тянул Катю на себя и чувствовал, что проигрываю. Да что за фигня? Да я же нажимаю! Или тут нужен кликер, я не понял. Я вроде быстро нажимаю. Бред какой. Лезвие раздробили таз. Запенилась кровавая каша. Катя выла на дно безумной ноте. Глаза вылезли из орбиты, белки стали красными от лопнувших сосудов. Лезвие дошли до живота! Легко выгребли из плоти сизые трубочки кишечника. Так Оля намотала спагетти на вилку. Воня внутренности распространилась по гаражу. Я больше не пытался помочь Кате. В этом не было ни малейшего смысла. Голова девочки свободно болталась. Мутные глаза смотрели в пустоту. Мясорубка перегрызла ребра и поглотила едва оформившуюся грудь. От кровяного давления лицо Кати потемнело. Алые стройки сочились из глаз и ушей. Катя умерла. Механизм продолжал работу. Волосы попали в лезвие. А скальп... И скальп сочным хлюпанем отделился от черепа. Кожа лица съехала вниз. Гримаса смерти заставила меня отшатнуться. Я ощутил руки на своем теле и решил, что сейчас меня швырнут в раструб в качестве десерта. Что я смешаюсь в единый фарш с Катей. Но эта робка тащила меня прочь. Из металлического хобота механизма шлепалась в поддон толстая колбаса. Кровянка с застрявшими волосами и костями. Мы сделали все, что могли. Надо убираться отсюда. Достижение клубника? Почему клубника? Я не верю в это. Я не могу в это поверить. Это не может происходить. Я не могу... Я отказываюсь в верить в то, что сейчас было. Это должен быть сон. Все, мы сейчас проснемся. Все будет нормально. Мы сейчас проснемся, и это просто кошмар. Мы на самом деле только-только собираемся идти искать ее. Я взял горсть снега и запихнул себе в рот. Прожевал рыхлую субстанцию. Главное, чтобы оранжевый снег не есть. Ну, или желтый. Рома стоял на коленях, утеряя лицо снежком. Я отползал от чудовищной мясорубки, цепляясь ногтями за лед. Кашлял, точно пытаясь отхаркнуть воспоминания об увиденном. Но я знал, что никогда не забуду ни запаха, ни звука ломающихся костей, ни пресмертной агонии Кати. Да бредятина же! Рома подполз ко мне на четвереньках. И на секунду я решил, что он потерял рассудок от ужаса. А можно ли бы это как-то по-другому все было сделать? Можно ли было как-то... Там же было спасти. Ну, типа, невозможно, скорее всего. Блин. И теперь, как дикий звереныш перегрызал мне глотку. Перегрызет. Но он взял меня за куртку и принялся снегом оттирать красные капли с рукава. Что ты делаешь? Никто не должен узнать. Че? О чем ты? Никакой милиции. Слышишь? Катю по частям мы не соберем. А я не хочу сесть в тюрьму, как мой батя. Боится, что все подумают на нас, да? Ведь формально мы виноваты. Что-то там включилось. Причем Ромка там начинка что-то нажал. Вопрос только в том... Типа, это странно. То есть маньяк? А зачем ты оставил ее внутри мясорубки? Там, возможно, связал, приковал. Но он же с ней ничего не сделал. Для чего? Это как будто нас ждали. Как будто так все было спланировано. Слишком много совпадений. Но ты говорил... Говорил, говорил. Он метнул ненавидящий взгляд в гараж. Я включил мясорубку. А Бяша, наверное, это именно и увидел тогда. Куча крови, да? Куча пережеванной плоти. Наверное. Нечаянно. Попробуй, докажи. Ну, пипец. Да, это пипец. Это жесть. Такая нелепая смерть. Ведь мы могли ее спасти. И все было бы хорошо. Блин. Вот теперь я думаю, что, возможно, можно было как-то все это дело исправить. Теперь я не смогу спать сегодня ночью. Им только и надо, чтобы на кого-то повесить убийство. Я за решетку пойду. А маньяк будет разгуливать на свободе. Блять. А жизнь ведь только начала налаживаться. Но мы не можем просто так. Можем. Поклянись, что никому не скажешь. Ну, это пипец, блин. Тут фич-дог. Тут можно как-то, может быть, там отпечатки снять, как-то что-то определить. Ну, то есть, реально ведь это же такая улика. Там логово маньяка. Первое, что нужно, это о нем рассказать всем, чтобы его быстрее найти. А иначе он не произнес, но это читалось в его ноте. Я молчал. Я молчал минуту, думая о кровавом бульоне, льющемся из махины. Рома был прав. Даже если Тихонов поверит нам, гараж к тому времени может исчезнуть. Чудесным образом перенестись на другую поляну, в другую часть этого чертового леса. Пожалуйста! Кто-то должен защищать Полину! И уволю. Подумал я, медленно кивая. Хорошо. Я боялся, что не сдержу слово. Что мама прочтет все на моем лице. Увидит нестертые капли крови. Унюхает запах. Я раскалюсь. Просто упаду перед ней на пол и буду рыдать от страха за себя и родных. Я еще не знал, что ждет меня в месте, которое я по ошибке называл домом. Приходная дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра. Так, друзья. Слушайте. Я не знаю. Это нужно переварить. Это нужно переварить. Я думаю, что для первой серии четвертой главы вполне хватит событий. Думаю, что вам тоже нужно переварить все это дело. И пишите в комментариях, что думаете. Я до последнего хочу верить, что это просто сон. Сейчас я проснусь. Мне страшно подумать, что реально всех детей там перемололо. Ну, подождите. Я же до этого думал, что дети, которые пропадают, становятся этими зверями, да? Там медведь, сова и прочее. Было четверо пропавших детей и четверо животных. Я пятый зайчик. Но если бы их перемололо всех так же, как и Катю, то тогда их бы просто не было, этих животных, правильно? Значит, Катя стала жертвой реального маньяка. А те четверо детей стали жертвой не маньяка. Например, этого хозяина леса. Тут как бы две силы. С одной стороны маньяк, с другой стороны какая-то чертовщина в лесах. Ну, первые такие предположения, друзья. Мыслей много. Я в шоке сижу. Просто я в шоке. В общем, ждите продолжения. Будем, конечно, приходить к четвертую главу дальше. Но уже завтра. Непременно поддержите мое прихождение. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. В описании под видео найдете ссылочки на мой телеграм-канал, на мой бусте, для тех, кто хочет и может меня там поддержать. Яндекс Дзен, ну и прочие социальные сети. Желаю вам крепкого здоровья и всего хорошего, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok